Привет, мой дорогой друг. Сегодня мы поговорим об одном маленьком-маленьком червячке, который может очень сильно ограничивать твою эффективность и очень сильно ограничивать результаты в твоей жизни. Сегодня мы поговорим про чувство вины. Что это такое, как оно появляется, как с ним быть. И для начала я хочу обсудить с тобой, откуда же оно в нас берется. И я хочу, чтобы ты запомнил одну простую вещь. Это чувство неприродное. Это чувство нам внушенное. Кем? Как правило, нашими родителями, нашими воспитателями, либо теми, кто исполнял роль родителя. Для чего это делается, поговорим чуть позже. Но ты должен знать, что ребенок, который рождается, он уже обладает определенным набором эмоций. Какие это эмоции? Радость, печаль. Такая эмоция, как отвращение, когда ребенок не хочет что-то есть, когда ребенок что-то не хочет делать, что ему не нравится. И эти эмоции, эти ощущения, они у нас есть изначально. Но ребенок, который родился, он не обладает чувством вины. Чувство вины уже начинает появляться у маленького человека ближе к годам-трем. Где-то начиная с двух лет уже нам начинают внушать это не самое позитивное чувство. Как это происходит? Маленький ребеночек не хочет кушать, к примеру, ему не нравится какая-то еда. И мама ему начинает внушать что? Она ему говорит, скушай еще ложечку. А если не скушаешь, то маме будет плохо. Мама будет плакать. И наверняка ты знаешь еще много подобного рода манипуляций. Почему так происходит? Вот эта конструкция, я бы даже ее назвал инфекция чувства вины, она существует в нашем мире для того, чтобы нами было удобно управлять. И я не исключение, и ты не исключение. Это такая социально-искусственно созданная конструкция. И я хочу, чтобы ты в это сейчас искренне поверил. Почему? Потому что знание этого будет тебе существенно помогать избавляться от этого чувства. А для чего от него избавляться на самом деле? Ты можешь сказать, а может быть и не стоит от него избавляться. Но я могу тебе сказать следующее. Чувство вины очень сильно ограничивает нас в результатах. Почему так происходит? Потому что когда мы думаем о чем-то, чего бы мы хотели достичь. Если мы инфицированы с самого детства чувством вины, то мы любое наше действие пропускаем через некий внутренний фильтр. И проверяя, мое действие принесет ли оно кому-то боль. Либо принесет ли оно кому-то удовольствие. И если вдруг мы, пропуская через наш внутренний субъективный фильтр, начинаем понимать, что то действие, которое я собираюсь совершить, будет доставлять кому-то боль. А если я буду доставлять кому-то боль, то, соответственно, я из-за этого могу испытывать чувство вины, то мы, скорее всего, это действие исполнять не будем. Например, ты решил стать богатым. А теперь подумай. Кстати, во второй главе своей аудиокниги я рассказываю один пример, как одна моя клиентка хотела открыть кафе. Да, но она испытывала чувство вины, что она вдруг начнет зарабатывать больше, чем свой муж. И она начала решать эту проблему. Вот точно так же и ты. А представь, вот если ты вдруг начнешь зарабатывать больше, что о тебе будут думать твои соседи, что о тебе будут думать твои родители, что об этом будут думать твои друзья, братья, сестры и так далее, которые, скажем так, остались на более низком уровне социальной прослойки. И не будешь ли ты испытывать чувство вины за то, что ты вдруг стал несколько богаче или изменил свои условия жизни. Что еще очень важно знать про чувство вины? Чувство вины всегда, абсолютно всегда связано с кем-то извне. То есть ты не можешь испытывать чувство вины в отношении себя самого. Это ты чувствуешь себя виноватым в чем-то, либо перед кем-то. Это вот абсолютно не касающаяся тебя история. Ты можешь чувствовать себя виноватым за что-то перед кем-то. Что такое чувство вины? Это когда я виноват в чем-то. И на самом деле это большая проблема многих людей, потому что позитивная функция чувства вины – это удобство управления. В многих компаниях, да и во многих государствах на чувство вины вообще весь менеджмент, все управление построено. Но чем это мешает тебе? Это мешает тебе то, что ты ограничиваешь себя в результатах. Ведь заметь, если ты обратишь внимание, то многие успешные политики, успешные предприниматели, успешные деятели искусства, культуры, чего угодно. Все успешные люди, которых ты знаешь, они, как правило, обладают очень низким порогом чувства вины. А в большинстве случаев это чувство вины вообще отсутствует. Наверняка ты знаешь многих деятелей, которые доставляют очень много горя и страдания другим людям, но они за это чувство вины не испытывают. Можно сказать, что это патология, да. Но именно благодаря тому, что они не испытывают чувства вины, они могут достигать результатов. То есть, если ты очень часто переживаешь о том, что будешь чувствовать себя некомфортно, если с кем-то что-то случается, то ты инфицирован чувством вины. Человек, инфицированный чувством вины, а еще раз напомню, это чувство внушенное, он делает как бы мысленную такую связку у себя. Если я что-то делаю, то кому-то становится плохо. И это большое заблуждение. Это большое заблуждение, но мы в него искренне верим. Вот так мы с детства уже сформировались. Что делать, чтобы разорвать этот порочный круг? На мой взгляд, есть одно и только одно самое эффективное упражнение. Это задавать себе вопрос. Прям бери и устраивай себе такую прокачку, тренинг на целую неделю. Каждый раз, когда ты начинаешь испытывать некое чувство вины, или ты понимаешь, что к тебе это подкатывает, ты задавайся вопросом, а действительно ли это так? Когда ты внутренним голосом говоришь себе что-то подобное. Вот если я не сделаю что-то, то мой партнер, или мой друг, или еще кто-то будет чувствовать себя плохо. Задайся себе вопросом в такие моменты, вот прямо на бумаге. Очень хорошо рекомендую рефлексировать самим собой на бумаге. Задавайся вопросом, а действительно ли это так? Ведь смотри, если разобрать созависимые отношения, да? Когда, допустим, женщина, ну чаще женщина, бывает и мужчина, живет с мужем-алкоголиком, который постоянно пьет. И утром он к ней приходит и говорит, а дай мне опохмелиться. Она ему что говорит? С всевозможными там матерными и нематерными словами, но она в конечном итоге все равно ему дает там какие-то деньги, либо алкоголь. Почему она так делает? Потому что она думает, она думает, что если она не даст этому человеку сейчас деньги на алкоголь или алкоголь, то она будет виновата в его страданиях. А теперь задайся вопросом, с хера ли это так? Да, я извиняюсь, что я ругаюсь, я стараюсь матом не ругаться в своих трансляциях. Но вот задайся вопросом, а с хера ли это так? Несешь ли ты ответственность за то, что кто-то другой испытывает боль? Как в случае с созависимыми отношениями, где женщина живет с алкоголиком. Действительно ли она виновата в том, что человеку будет плохо с перепоя? Или это виноват тот человек? Как правило, люди, состоящие в созависимых отношениях и инфицированные чувством вины, они не понимают вот этой вот большой разницы. Я надеюсь, что на моем примере вот этого вот тебе очень наглядно все понятно со стороны. Но когда ты находишься в системе, когда ты инфицирован чувством вины, ты можешь не различать вот этой разницы. И почему я говорю именно, а с хера ли это так? А действительно ли я виноват в том, что этот человек может испытывать какие-то некомфортные состояния? И в большинстве, вот в 90-х случаях из 100, ты будешь удивляться, что действительно ты здесь абсолютно ни при чем. Или следующий момент. Как зона роста. Если ты действительно что-то сделал, если ты действительно накосячил, если ты действительно сделал какую-то вещь, которая повлекла к каким-то нехорошим последствиям, задайся вопросом, я вообще извлек опыт из этой ситуации, я вообще получил какую-то обратную связь для себя и сделал ли я эти выводы. И очень часто люди, инфицированные чувством вины, они могут очень много лет продолжать себя самобичевать, себя наказывать за какой-то проступок, который они совершили один раз в жизни и больше никогда в жизни его не совершали. Но вот это чувство вины, они продолжают испытывать. Если ты оказался в такой ситуации, то задайся вопросом. Вот ты уже очень много лет от чего-то страдал. И сам себя спроси, может быть ты уже действительно искупил свою вину? Может быть уже хватит страдать? Неужели ты действительно такой человек, которого нельзя за что-то простить? И вот этот внутренний диалог, я рекомендую вот два вопроса. А действительно ли это так? Действительно ли я настолько могущественный и влиятельный, что должен испытывать чувство вины за другого человека? За то, что другому человеку плохо. То есть вот прямой вопрос, а с какого фига это так? И второй вопрос, если ты все-таки продолжаешь страдать, то задайся вопросом, а может уже хватит? Может быть ты уже отстрадал? Почему это опасно? Это опасно тем, что когда мы инфицированы чувством вины, и мы начинаем вот эту вот бесконечную мыслительную жвачку, мы не можем быть эффективными, мы не можем быть творческими, мы не можем принимать грамотные решения. Потому что наши все решения, они базируются лишь только на том, лишь бы кого-нибудь не обидеть. И я рекомендую тебе задаться вот еще каким вопросом. Если ты начнешь все-таки отстраняться от этого чувства, ты можешь прослыть человеком безжалостным. Многие люди могут перестать с тобой общаться. Почему? Потому что, кстати, вот тебе триггер. Если ты начинаешь ценить свои границы, если ты перестаешь испытывать чувство вины, и кто-то с тобой перестает общаться, будь уверен, что это была не экологичная, манипулятивная коммуникация. Почему? Потому что, когда ты перестаешь быть ведомым от чувства вины, ты становишься перед человеком неудобным. Неудобным. Тобой уже не так легко манипулировать. У тебя уже не так легко вызывать это вирусное чувство. А по-другому я его назвать не могу. Так вот, задайся вот каким вопросом. Я хочу быть счастливым, и плевал я на мнение всех окружающих, либо я хочу быть несчастным, но мне очень важно, чтобы обо мне думали хорошо. На этом у меня все. Пока.